Приветствую зрителей на Апсор Спорт. Это довольно старая игра и я расскажу о ней и её прикол. Стало интересно? Тогда садитесь или ложитесь по удобному и слушайте мой рассказ о спорах. Этап Кветка. Самый базовый и лёгкий этап. Главная цель этапа — отобыча очков ДНК через поедание пищи. То есть мясо или травы. На всех этапах, кроме этапа космоса, есть три пути развития на этапе Кветка. Это плотоядность, травоядность и всеядность. Из названий ясно, что надо делать для поступления на них. Этап Существо. Мой самый любимый этап в игре. Ведь там можно изменить свое существо как угодно. Так как в конце прошлого этапа у клетки появляется мозг, то она решает выйти на сушу. И в начале нынешнего этапа надо снова изменить свое уже существо для того, чтобы добавить ему ноги для удобного перемещения на суше. После можно будет менять существо рты, их тип зависит от пути на этапе клетки. Можно добавить руки, менять кисти и стопы. Добавлять другие элементы для способностей, к примеру, крылья для полета и прыжков или приспособления для обливка и здоровья. С цветком, чтобы кокетничать. Я считаю, что этап существо самый важный этап в игре. Ведь от него зависит то, какие способности будет иметь твое существо. И это окажет неслабое влияние на следующие этапы. В конце нынешнего этапа существо становится разумным, так как у него полностью вырос мозг. И тут есть три пути – агрессия, дружелюбие и адаптация. Это племя. Главная задача этого этапа – это составить тотел в начале этапа и искать сцена. Так же, как в начале этап существа, внешний вид жилища и начальные инструменты зависят от пути на этап существа. Так же можно изменять одежду своим апперигенам, которая повлияет только на собственный этап. На этом этапе есть три пути – агрессия, дружелюбие и трудолюбие. На самом деле, на первом этапе тоже было как сцены в начале. Цивилизация – самый скучный этап в игре. Там так же можно редактировать одежду горожан, но она ни на что не влияет. Здесь исключением внешности. Так же со всеми зданиями. А с техникой, то какое ты её сделаешь, то это на неё повлияет. Изначальная техника и по большей части путь на нынешнем этапе зависит от пути на этапе племя. Главная цель этапа – захватить города любым из трёх способов – завоевание, религиозное завоевание и покупка. На этапе есть три пути – милитаризм, религия и экономика. Этап космос. Самый интересный этап в игре формируется философия, которая зависит от всех путей на предыдущих этапах. Её, в отличие от путей, невозможно изменить. Теперь ты играешь за определённого представителя империи, даешь ему имя, и начинаются космические приключения, в которых очень важны возможности существа, определённые во время этапа существа. Но можно изменять одежду своему персонажу, и некоторая одежда окажет влияние на этот этап, потому что это последний этап в игре. Можно изменять космический корабль, но это повлияет только на его внешность. У него, у этапа, нет чёткой цели. Тут ты сам себе ставишь цели. Для тебя концовкой может быть нахождение Солнечной системы или отправление прямо в центр галактики. А может быть и то, и то заключая союзы с инопланетными империями, или начиная с ними войну, основывая колонии на планетах, и повышая терраиндекс планет, набывая разные виды пряностей, и продавая их другим по высоким ценам, влияя на развитие других цивилизаций. Такой обзор получился на спор. Эта игра стала одной из моих любимых игр, и этот обзор можно считать как за третью часть рубрики «Мои любимые видеоигры». Ещё вы услышите меня?